Здорово, Санёк. Здорово. Что ты, сушнячок забиваешь? Что ты там? Какие-то стопочки. Водки не нашёл, безалкогольная. Безалкогольная водка из-под крана. Круто, круто. Я вот что, Саша, хотел у тебя спросить. Многие молодёжь на канале, на ютубе крутятся. Вот они, как тебе сказать, не понимают, что такое чифернуть. Серьёзно не понимают. Чифернуть – это тот же крепкий чай. Раньше я дома чиферил, у меня была кружка. Я знал, до какого предела. Под чай изнутри кружки я пометил. А потом кипяток, гореешь кипяток до кипения. Заливаешь, допустим, в банке полутровая. Полотенце вот так замотаешь или под подушку, чтобы настоялось получше. Потом или сам пьёшь, взять один, или по два глотка вот так каждому. А если по три? Не, ну это если по вашим себе, конечно. К тому предупреждение, строгое занесение в личное дело. Так, ну давай тогда сделаем, что ли, инструкцию, блин, по завариванию чифера. Какой чай нужно использовать? Да мы пили Лизмо. Лизмо, да? Постоянно. Крупно-листовый. А ещё классный, да, ещё классный. С сословником. Такий, ну… Тридцать шестой. Тридцать восьмой, по-моему. Тридцать восьмой, да. Такой он квадратный, квадратный пакет. Там сто грамм, по-моему. Блин, вот от него получается хорошо, хороший чифер. Так, а в чём вообще прикол? Ну, поднимается настроение, да, чуть-чуть. Ну, не чуть-чуть, а в принципе и разговаривать вдвоём. Ага, то есть, кровь по венам пошла, короче, увеличилось давление артериальное. Да, и ты такой, это самое. Надвижники. Ну, можно, да, надвижники, а да. Или лежишь там, разговариваешь себе, да. Ага, с кем-то. Так, короче, значит, покупаем чай Лизмо. Ну, да. Ценовая категория у него какая? Сейчас не знаю, я один чиферил уже лет пять. Ага. Короче, берём чай Лизмо, берём литровую банку. Ну, да, можно пол-литрового. Полную пачку Лизмо туда высыпаешь, да? Не, ну, это много будет. Много, да, подкидывать начнёт. И дальше что? Кипяток. Ну, кипятком заливаешь, да. А, то есть, кипятишь воду, заливаешь его, накрываешь там чем? Ну, крышкой закрыл, вернее, ну, да, крышкой закрыл, и куда-нибудь под подушку подделал, да. Ну, это когда дома, в больницу мы так не делали, там в больницу просто наливаешь, положил на него какой-нибудь журнал. Нельзя вон настаиваться там. А вот, говорят, там ещё поднимать его как-то надо, там. А, ну, это, видите, нефиля поднимать. Оставь его делать. А, понял, да. Ну, а нефиля, а нефиля куда девать, что-то? Брать как-то. Брать как-то. С удовольствием, аж ставятся. Там такие, оставь, 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 не, не оставь. А что, вставляют нефиля? Ну, выходит, что вставляют. Я не пробовал нефиля ни разу вообще. Там кто-то? У одного нашли, что у него желудок скрутило, его отвезли в симашку. От нефилей? От нефилей, но не знаю, что от нефилей. Знаю, что желудок просветили там именно как-то этим рентгеновским лучом. Ага, и что? И разрезали, а там 2,5 килограмма нефилей в желудке. Охренеть можно, он их жрал. Жрал просто, да. Там дед у нас был, Вася. А чувак ходил на пищеволок работать. Вот он... Я выхожу утром рано, в 6 часов, где-то пол, чтобы курить в этот... Там и туалет, и гурилка в одном этом находится, в помещении. И он спрашивает, Вася, где этого? Сколько тебе нужно нефилей, что ты нажрался? Он говорит, ветро... 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 Я тебе, говорит, принесу ветро сегодня с пищеволкой. Ветро, нефилей... Ну, естественно, он мне это, конечно, не принес ничего. Ну, Вася был, ему спирт наливал, ну, наперсток. Он такой, раз, Вася, ты же умный, да, я умный, со мной ничего не случится. Это дураки, там начинают кружиться, я умный. Ну, давай-то наеду тебя, наперсток. Да, Вася был успоко вообще. И другой, которым я вот коррекомился, тоже деток такой, за убийство лежал у нас. Кого? Убил? Убил крысу в интернате у себя. Крысу? Ну, человек, конечно, ударил его, тот упал, он еще подошел ногой по голове, и упал, и все, и он оттоп. И дали ему четыре года, четыре года спеца на Ленинской. Потом перевели сюда в 16-е отделение. Да, это тоже, как самое, предудительное. Ну, а понял. И потом перевели, вот, где я лежал, в 17-е, да, в 17-е, ну, и что я хотел сказать-то про него. А, тоже, они, кстати, у Васи сходились, который не фигурал, он такой, ну, что, Вася, до скольки будем лет жить? До ста, до ста мало, ну, а до скольки до тысячи? Не, я вечно буду жить. О, как, нифига себе. Так, и, короче, получается, завариваем мы, значит, чай-лисмом в этой литровой банке, накрываем сверху журналом, там, или обматываем полотенцем, он хорошенько запаривается. Ну, сколько, а так, минут, дни, вот так вот. А потом, короче... Ну, потом, вот, и нефиля нужно, это самое, крышечкой вот так просто придерживать и переворачивать. И сам чай льется в крошку, там, или, а нефиля остается, ну, в банке. Ну, я понял. И начинаешь по два глоточка по кругу, да, пускать? Да, да. Ну, вот, а... А нефиля дурака. Там уже, знаешь, кофе не выстрадывается, уже, во-первых, запах чая пошел, они такие, как зомби, пошли на запах чая, заглядывают в палату, и не доходят селедкой. Такой раз, потом опять такой, иди, что вы сказали тебе, с носилкой, кстати, носилкой. А ты знаешь, что некоторые люди, блин, чиферят с селедкой? Знаю, да, там свои прелесты есть какие-то. Да нет, я так думаю, это просто соль, чтобы не тошнило, когда слишком крепкий чифер. Ну, можно, да. Не, я там с ландуриком, вот, с конфетой, вот, с карамелькой. Своей прелести, блядь, с селедочкой. А есть еще некоторые с хлебом хуялят. Это хлеб... Которые не понимают. Хлебные чиферисты, которые вообще не врубаются, блядь, как чифер вставляют. Это вообще, они думают, что это чай, надо его с хлебом ебашить. Их, главное, хлеб. Да, это их называют хлебные, чиферисты. Как-то так. Из ведра сжирали, дурачки тоже вечером. Не успели вынести эти ведра. Им оставили возле двери, но отходы пищевые. А, ну, двое сидят такие, смотрю из этого, из ведра. Не филе, а еда. Не филе, а еда. А, еда. Да. Ладно, пацаны, вот, короче, я вам рассказал про небольшие, небольшие такие истории из жизни нашей психушки. Известные по всей России и Кишкинке. Так что, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и всем пиз. Субтитры сделал DimaTorzok